Сэр, мы рады приветствовать вас на программе «Назад в 90-е!» Ура! Сегодня окунёмся. Давайте представим, что мы в машине времени и такой большой скачок сделаем «Назад». Массовое путешествие у нас получится. Громкий аплодисмент и вам у нас сегодня аншлаг. Это здорово, в принципе, как и обычно. Очень рады вас видеть в нашем уютном киноконцертном зале. И вот даже те, кто у нас на галёрочке, я смотрю, тоже вас много. Привет! Привет! Ну, мне вот сразу хочется спросить, вот кто помнит 90-е? Вот что там было такого интересного, доброго? С чем вот? Какая ассоциация есть с 90-ми? Какие воспоминания у вас в 90-е? Так, вот здесь сюрприз, талоны. Так, ещё. Четверг, рыбный день. Четверг, рыбный день. Колбасы не было. Колбасы не было. Но мы же только положительные эмоции сегодня вспоминаем. Хорошо. Пены росли каждые годы, 10 раз. Да, было такое. Молодшинка, рыбная новость. Ну, так его как? Может быть, он в падке там, в те-нибудь проценты. Так, хорошо. Ещё кто помнит 90-е? Да, это ваша любимая была группа. А помните какую-нибудь песню из неё? Вот этой группы. Была любимая, но всё забыли. Хорошо. А кто ещё помнит? Какие исполнители были в 90-е? Комбинация. Комбинация. Какую песню знаете из комбинации? Ксюша, Ксюша, Ксюша. Тебе было ход? Сейчас в Донецке. Владимир Маяковский. О, наш родной Владимир Маяковский. 28 копеек молоко. 28 копеек молоко, да. Ну что ж, давайте ещё. У вас пирожные пирожные, 2 копеек. Как она называлась? Пирожные пирожные, картошка. Картошка была такая, да. 6 копеек литр бензина поделали. 19 копеек. Ой, как хочется вернуться туда. Тот с нас же меняет. 60-минутная газета стоила 4 рубля. И я предлагаю придумать название своим кооперативам. Мы делаем то же самое, конечно же. Например, Волга-Волга, Три Медведя. Какой мы будем с вами ходить на зиму? Гараж. Гараж? А у нас? Согласны, гараж? Да. Три Медведя вас устраивает? То есть назвать Три Медведя будем. Согласны все? Да, конечно. У нас Три Медведя. Аплодисменты гаражу! Аплодисменты Трю Медведя! Вкусите нас, пожалуйста, вот такие вот. Ваши, в которые мы будем складывать ваучеры. А что такое ваучеры? Кто помнит? Бумажка. 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 Ну, сейчас уже бумажка, а тогда? Ваучер. Право, в том числе. Право, в том числе. А у меня сейчас сказали бесполезная бумажка. Ну, кому как. Сегодня. Так, давайте. Ваучер. Ваучер. Тебе Волга можно было купить. Нам обещали. А ты? Да, тогда Волга. Ну, Волга же, да, конечно. Да, хорошо. Ну, конечно, да, вы правы. Сегодня за активное участие каждый кооператив будет получать вот такой вот ваучер. Посмотрим. Яркий. Да, кто сегодня победит у нас. Кооператив. Гараж. Или три медведя. Правильно просто. Давайте попробуем. И первый звук. Что это может быть? Есть рука. Швейная машинка. А какая? Швейная машинка. Подозг. Зимки. Зимки. Подозг. Подозг. Так. Чайка. А у кого до сих пор есть швейная машина? Вот такая вот, которая советская. Есть, да? Вот у меня тоже у бабушки стоит. И спокойно там и педаль вот эту вот, и ручку. Аплодисменты двух кооперативов. Ну, у вас была первая рука, я считаю, что будет честнее вам положить положение. Вы согласны, три медведя? Да. Так, хорошо. Давайте, Гаражу, громкий аплодисмент. И молодцы. Начали мы с вами. Хорошо. И следующий у нас звук. Давайте, три медведя. У вас снова там первая рука. Молодец. И уже лучше еще раз. Раз, смотри. Отлично. Следующий звук. Руки готовься. Что это может быть? Просто поднимите руку, потом предполагайте. Уже там подняли. А у нас какие варианты? Детская площадка. Двор. А что вы тут делали? Вот, пою, вы. Где лазили? По гаражам лазили. По кресел. У вас же гараж называется? Да, да. По гаражам лазили. А какая любимая была уличная игра? Резиночная. Казаки-разбойники. Жмурки играли. Резиночки, резиночки, резиночки. Прятки были, да. Резиночки. Оп, 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 оп. Классики были. А еще, кто помнит какую-нибудь дворовую игру? В футбол. Футбол, конечно. Пару, сиреная. В московские прятки кто играл? Все играли, конечно же. Московские, они особенные. Там, штуки-луки для себя, штуки-луки для него. А сейчас дети что делают? Все в интернете, в интернете. Детство вот так вот и проходит. На самом деле, это был детский двор. И я считаю, что сейчас оба корпоратива получают свои ваучеры. И, конечно же, громкие. Аплодисменты. Аплодисменты. И медведь, и гараж. Молодцы. И последнее воспоминание. Девяностых. Есть, наконец-то. Молодцы. Репетиции не прошли. Штурная машинка. Где медведь? Печатная. Штурная машинка. Печатная. Печатная машинка. Оговорились. У вас печатная. Хорошо. Ну, вы были раньше, поэтому ваучер вам. Да, спасибо. Аплодисменты. Медведь, и медведь, и медведь, и медведь. Вот, я слышал, что у кого-то любимые композиции были, мелодии. Вот давайте еще окунемся в 90-е и вспомним, какие были вообще эти композиции. Вот сейчас скажешь ребенку, кассета и карандаш, в чем связь? И это только мы с вами знаем, в чем связь, да? Конечно. Ну, по моему кооперативу достается... Я хочу вас диск Валерии, это моя любовь. А у меня-то Татьяна Буланова. Ой, тут еще есть Лисенская. Будем Буланову крутить? Затача такая. Каждый член кооператива должен передать друг другу, проматывая. Ну, это, конечно, задание на скорость. Мы должны с вами дойти до конца, до нашего диджея Павла. Он нам ее потом поставит. Хорошо? Задание понятно. Держите кассету. Кассету заберите. И ручку тоже сразу берите. Пожалуйста. Вот. Подайте, пожалуйста. Нет, нет. Подождите, у нас еще не началось. Обратно. Да, мы не начинаем пока что. Мы должны с вами перемотать с одной стороны на другую. Каждый член кооператива должен передать друг другу. И мы посмотрим, у кого больше перемотано, кто больше с экономой батареи. Ну и, конечно же, кто быстрее остановился с заданием. Понятно задание? Я дружу сюда. Давай. Раз. Два. Дружу с этим будет. Не забываем передавать своим засей. Каждый должен. Каждый. А те, кто еще не покрутил, давайте поддерживать свой кооператив. Аплодисменты. У нас любой успех. Да, печень уже не отдал. Вы не понимаете. Ставьте другой стороной. Вот так вот крутите. Во! А все, мы забыли. Время пройдет. А у нас-то он, профессионалист, он, как говорится, всегда такой. Опа! А у нас есть еще одна. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. А спи в ней крутим. Вот прямо раскручивается, все силы. Вот так вот. Ну, кто быстрее? Как только торопил? Три медведя или карат? У нас порвалась пленка. А, все, вам не везет. Это косморезно. Мы можем поделиться своей кассетой, если вы хотите. Каким? Поделитесь кассетой. И все равно? Поддержим, поддержим друг друга. Совсем чуть-чуть осталось. Вот, вот это профессионал. Все, в девяностые, да? Все время крутили. Давай, давай. А потом шел по парку, и девчонок привлекал своей музыкой. Дальше, 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 передаем нам еще на карму. А ему понравилось. Пошел лакошка. Вот прямо так и перебесете. Давайте перебесем. Так, боже. Не поднимешься. Поддержим карму, давайте громкими аплодисментами. Посмотрим, как у них получится. Ну, что, как у вас там? Ну, что, как у вас там? Нормально? Ну, все. Вы все? Да. Конечно, так не забудешь. Мне даже жарко стало. Ну, что, гараж, давайте отдадим Павлу нашу кассету. Посмотрим, у кого же больше. Давайте мне кассету. А все, уже время крутили. А мы уже закончили. Давайте. Оп. Оп. Павел? Что, Павел? Скажите, пожалуйста, где лучше перемотараться? Здесь формано вообще. Ну, вот этот перемот. Побыстрее были Три Медведи, да? Да. Вот мы были быстрее и исполняли две кассеты. А у нас качество? А у нас качество? А у нас качество? Ой, какая прекрасная шляпка. Она мне к лицу? Пускажи. А это прям тебе. Мальчик. Чудно, чудно. Да нет. Я тебе говорю, не надо мне. Ты будешь самый красивый, дорогой. Я и так красивый. Алле. Алле. Он разговаривает. Они даже и слышат по трубке. Он что отговаривает. Кто тебе звонил? Знаешь, любовница. Какая любовница? Он про что? Нет, надо брать. Шляпу. А друзья, смотрели? Да. Вот мне очень это. До конца? Перевозил даже песню. Не буду. Никого ангела. Как-то резко. Никого ангела. Но друзья и снова до Никого ангела. Аплодисменты Екатерине и Александру. Они сейчас будут озвучивать и ангел. Ну, конечно же, Виктория, это Екатерина. Суть задания в том, что Морган, это вы, Александр, продаете Екатерине мороженое со вкусом пельмени. Продать можно мороженое со вкусом пельменей. Очень просто. Пожалуйста. Не хочешь мороженого? А с чем оно? С пельменями. С пельменей с чем? С мясом. А мясо какое? Ну, съешь. Очень вкусное. А сметанки? Там есть. Сверху или внутри? Внутри. Не буду. Ну, съешь. Конечно. Она очень вкусная. Ну, давай ты попробуешь сначала. Нет, давай ты попробуешь. Очень вкусная, правда? Нормально. Давай еще, еще. Съешь. Нет, что-то не очень. Надо с бараниной. С бараниной лучше. Можно еще Викторию добавить. А Виктория, ты что? Я, да-да. Пельмени? Да. С петаной? Да-да-да. С бараниной? Да-да-да. Хочешь попробовать сам? Нет. Надо попробовать? Нет, что-то не хочется. Мне тоже что-то не хочется. Мне тоже. Теперь мне с Викторией как-то вот, по-моему, нехорошо. Ну, ладно, я тогда пошел. Это вам. Жуйте активнее, да? Вкусная, вкусная жвачка. Жуйте, жуйте, жуйте. Давайте сейчас познакомимся. Вы как раз жуете. Как вас зовут? Сергей. А, куда вы? Куда-куда? Куда? Аплодисменты Сергею. Игорь? Новоуральск. Новоуральск. Аплодисменты Игорю. Вот вы пока разминаете челюсти. Немножечко давайте в стороны разодвинемся, чтобы экран было видно. А у вас нам бы хотелось спросить, что это такое? Что помню, что это такое? Не знаю. Трансформатор. Трансформатор. Просто весь твар вот у меня вот лично... Валялись везде. И мы их брали так. А кто еще так швырялся ими? Все. Когда все подняли три человека руку. И все окна потом... А вот хотелось бы у вас узнать, куда они все исчезли. Сейчас ты вот не погуляешься ими. На металлолом. На металлолом. Везде деньги, деньги, деньги. Ну да. Ну, я думаю, что наши... Вы уже хорошо проживали, Жвачка? Да подходите, не стесняйтесь. А знаешь, раньше в 90-е было модно, типа, проходить. А еще пузыри было модно задувать. У тебя получится? Нет. Я сейчас попробую. Давай. Ну так себе. Ну, у меня Жвачка к губам прилипла. А у вас получится? Давайте попробуем. Ну? Надо... Мне не жалко. А мне тоже как-то слышно. Я тебя жалко, ты посуду не моешь. Ну и ладно. А вот вы моете посуду? Я сейчас обратно заперла. Моете посуду? Честно. Молодец какой. Держи, мальчик. Кушай жвачку. Ну, я тоже с ним. А тебе, беби, беби. Да ладно, у меня тут как раз две осталось. Обойдусь. Пожалуйста. Давай. Спасибо. Еще чуть-чуть позже. Ну как, готовы? Давайте посмотрим, у кого самая большая будет кузырь. Самая большая кузырь. Давайте посмотрим, у кого самая большая будет кузырь. Давайте. Имитируем, давайте. Вот его фотографировать надо, какой сосредоточен. Сразу умные глаза. Есть уже немножко Игорь. Отличная попытка. Давайте контрольный выстрел. Как он готовится? Мне кажется, он в контрольной палке летать не готовился. Идите, как готовится. Время мало. Поддержим, поддержим. Время мало, это не отководка. Мы вон какие пузыри дуем-то. В трех медведях. Ой, не смешно народ. Иди лучше посуду помоить. Качество жвачки сейчас не то. В 90-х можно было в пузырь надуть и взлететь. Правильно, плохому таксору всегда будет мешать. Вот так вот. Ну что, Игорь, будем пробовать? У меня уже хлопнуло. Мы не видели уже, больший щипл, да? Так гараж видел, я не знаю, куда вы смотрели. Это ваш майчик. Огроменный яйковый, голод, пузырь, все пробовал. Нет, нет, нет. Ну ничего страшного. Вы думаете, мы просто так вам жвачку дали? Ха-ха, нет. Потому что... Да? Нет, на самом деле мы разминали с вами челюсть. Потому что сейчас мы будем петь. Давай вниз не брейк. Волну. Сейчас будет разгон, поехали. Слова запомнили? Он на меня смотрел. Растерялся малость, да? Ну, а мы вам решили подсказать. Вы можете встать вот сюда, чтобы вам было видно слова. И нашим зрителям тоже. А вы не забывайте, Сергей, у вас другая. Ну, в принципе, все просто, да? Буквы мы знаем, слова тоже. Пожалуйста, можно нам минус. Пожалуйста, давай, давай, давай. Пожалуйста, давай, давай, давай. Потому что тут реально все слова старались проговаривать. Обычно было фри-стайла, рэка-мака-фот. Или, а, а. Фри-стайла. Ну, а у вас будет намного сложнее. Поэтому вы не думайте, что все так просто. Говорить всегда по шести ведет. И для вас песен. И для вас есть, что все так просто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Яйца. Вы можете их разбирать. Берите яйца. Как можно больше собирайте себе в руки. Ну, вы помните, да, как играть в волке яйца? Наши волки должны поймать яйца от куриц. Чем больше поймали, тот кооператив их побеждает. Ну, конечно же, волкам двигаться с места нельзя. Нашим курицам особо тоже двигаться нельзя. Иметь в виду, находить вот за эту линию. Поэтому все должно быть по-честному. Ну, да, можно, пока есть возможность. Руки можно, да. Но стойте на месте, не двигайтесь. И сюда, ну, как волк делал. Вверх, вниз, сюда, сюда. Самое главное не укладывать. Именно не подходить и не складывать эти яйца. К нам картинку. За линию мы не заходим. Ну, все разобрали, да, яйца? Хорошо. Ну что ж, готовы? Разбирайте. Три, два, один, поехали! Не подходим, не подходим близко. Не складывай, это нечестно. Нельзя так складывать. Надо бросать издалека. Я знаю. Сколько радости-то. Ой, опулюлись девяностые. Вспомнили замечательную игру. Я бы тоже вот сейчас в нее бы поиграл, если честно. Какая была классная игра? Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Стоп! Аплодисменты друг другу. Давайте будем смотреть. Давайте. Вот так вот берем и переворачивая. Ну что, я могу сказать, по-моему, кучки примерно одинаковые. У нас просто она пошире расползла. Да, я согласен. Ваучер и в ту команду, и в эту. Аплодисменты! Аплодисменты!